всем привет вот какой очередной обзор мой товарищ из крыма пошутил написал мне что у клоуна крыма обращаются ко мне с просьбой осветить наш ситуацию с гусериевым цирком дюссалей и братьями запашными ну как бы вроде бы можно было просто посмеяться и все но я подумал и я вот в каком плане хочу осветить этот момент такой немножко необычный я расширю чуть-чуть рамки кто не в курсе значит эдгар запашный где-то на на встрече с путиным предложил ему запретить цирку дюссалей находиться здесь на постоянно на постоянной основе в россии потому что это подрывает как бы как ну это создает конкуренцию проще говоря и вот что мне интересно это дрессировщик кошек он не одинок и уже простебали его конечно все кому было не лень но я все-таки попробую свою точку зрения озвучить значит вот смотрите обычная конкуренция да ну что здесь такого вот мне конечно больше всего задевает то что люди которые дорываются до власти которые какие-то пути к телу находят они сразу же начинают это использовать в личных целях вот в госсоветом или что там было люди собираются делятся своими наболевшим и вот это вот проститутка говорит а вы там уберите конкурентов они намешают тут у нас канады вот одно дело когда гастролируют а другое дело когда на постоянной основе приезжают в стране оседают и они мешают но это равно сильно что сейчас директор ваза тарятинского попросит путина убрать на хрен все автомобили иностранные которые здесь производятся на хрена вы нужны давайте ведра покупайте у нас не будет же сейчас же у нас отток пойдет я не хочу сказать что он что запашное говно производит у них хорошая качественная программы хорошие я даже был он даже меня приглашал как-то один раз мне очень понравилось но вот эти методы это настолько мерзко и я подумал а у нас во всем так вот вот во всем во всем социуме куда не сунься сейчас вот федор емельяненко то же самое как только появилась у него какая-то власть как только он начал коммерцией заниматься и открыл свою федерацию сразу же вышел с предложением на правительство попытался запретить все остальные альтернативные направления в единоборство все вот пусть будет моя только моя федерация настоящая наша ничего не напоминает вам ipf то же самое один в один тени установ минспорт пишут минспорт рассылает по спорткомитетом страны что ни в коем случае нельзя поддерживать альтернативные направления каким-то образом там не предоставлять им помещение не финансово нельзя никак поддерживать спорт альтернативный спорт причем импорт на спорт я предлагаю сделать альтернативный какая нахер разница населению где они будут заниматься где-нибудь эту тяжелую железо это поднимать железяки таскать под каким под под какой гидой под каким флагом то же самое с церковью у нас происходит сейчас один-один вот только кирилл сблизился кто там кирилл у нас сблизился с этим с путиным только они начали тереться там пицца в деснах сразу же запретили секты у нас все но они так называемые секты это же вот эти пятидесятники свидетели иголы это церкви такие же церкви причем свидетели по моему 200 лет по моему если не ошибаюсь больше двухсот лет в россии этой церкви и у меня знакомые у меня так получилось я глубоко не верующий человек мне насрать на я смотрю на это смеясь мне смешно на это но это та же самая борьба с альтернативной с альтернативой то же самое все запретили нахрен как экстремистую организацию почему потому что у кого-то есть доступ к телу и они даванули и все на украине то же самое происходит один в один вот они там делят причем они еще как бы хотят чтобы паства вот эти ну то есть овца овцы в простонародье тоже болели за них переживали за этих жирных попов которые теряют на украине свое влияние у которых отбирают имущество ей как же так вы посмотрите это же не настоящие вот мы настоящий а эти сука не настоящие это альтернатива я вам ассоциативный ряд провожу аналогию не провожу у нас корочки краснее айпиев нам говорит у нас железо настоящие грамоты настоящие медали настоящие а у вас все фальшивая представляете бог един к любой поп вам скажет любой мула любой раввин хоть кто вам все скажут бог един какая нахер разница через кого вы будете через какого права вы провайдеры все через какого провайдера вы будете обращаться к ним ну вообще вот везде во всей во всех деятельностях этих подсариотов заложено одно коммерческая коммерческая деятельность деньги у них только деньги неважно церкви это относится к пауэрлифтингу к цирку цирк церкви вообще по моему что-то из одного ряда везде бабки больше ничего не интересует все бьются за бабло люди гибнут за металл ну вот все коротенький обзор всем пока